Поступают обращения от донимателей, членов семьи, нанимателей, то есть от людей, которые проживают в квартирах, которые им не принадлежат, которые принадлежат муниципалитету, то есть в которых граждане проживают на условиях социального найма. Поступают эти обращения, заявки, письменные заявки, есть такая тема, сделайте нам ремонт чего-нибудь в квартире, то есть это или замена полов, или замена окон, или замена инженерных каких-то коммуникаций, замена электрики, в основном вот эти поступают обращения. Что могу сказать? Есть жилищный кодекс Российской Федерации, статья 67, часть 3, в которой написано, что наниматель жилого помещения обязан проводить его текущий ремонт. То есть все, что внутри помещения нужно отремонтировать, является текущим ремонтом. Если кому-то интересно посмотреть конкретный список, то я могу привести постановление госстроя Российской Федерации номер 170 от 2003 года, в частности, приложение номер 7, в котором это все подробно расписано. В случае, если будет кем-то из администрации, сотрудников администрации подписан договор на выполнение работ, которые мы не имеем права производить, это будет называться нецелевое расходование бюджетных средств. То есть человек, который выделит эти деньги, закажет эти работы, подпишет, не дай бог оплатит, понесет ответственность, в том числе вплоть до уголовной. То есть в случае, если человек находится в тяжелой жизненной ситуации, нужно не просить у администрации, которая, к сожалению, в данном случае не может помочь, нужно обращаться в органы социальной защиты населения. Также возникает много вопросов, а вот у нас нет договора, это нигде не написано, значит бюджет нам должен. Есть определенная часть, которая получила квартиру еще в советские времена и более никогда не обращалась за их переоформлением, в лучшем случае у людей на руках ордер, возможно, даже на родственника, который, к сожалению, уже умер. Со смертью нанимателя, которому предоставлялась эта квартира, обязанности по найму переходят на них. То есть они их несут вне зависимости от того, есть ли договор в письменной форме или нет договора. Кроме того, если нет договора, то необходимо прийти в администрацию, право отношения оформить. С ними будет заключен договор найма на основании типового договора социального найма жилого помещения, который утвержден постановлением правительства Российской Федерации номер 315 от 2005 года. И там все виды работ, которые производится наниматель, которые я перечислил, они будут там подробно перечислены, даже более подробно, чем я назвал.